здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас 6 мая понедельник и вчера из земли обетованной из иерусалима поступило две новости первую новость вы все прекрасно знаете это новость о том что христос воскрес с чем я вас и поздравляю хотя и задним числом 2 оттуда же из иерусалима это была черная метка о которой мы поговорим дальше в этой программе для начала я хотел бы сделать несколько коротких замечаний первое появляется все больше подтверждений о том что f16 долгожданная если не уже в украине то у ее границ по этому поводу вот последнее косвенное подтверждение поступил из франции франция начала работу по интеграции бомб французского производства американского к этим самолетом бомб воздух земля речь идет о системе sm молот или это иначе называется высокоманевренный модульный боеприпас увеличенной дальности то есть речь идет о приспособлении которое устанавливается на носовую часть этих бомб подвешивается к f16 причем говоря там никаких не надо особых изменений к этому крылу ничего не надо там при при присобачивать к нему то есть весь процесс достаточно быстро все устанавливается на бомбу бомбы которые будут применяться с этими f16 при помощи этих китов это стандартная бомба 250 килограмм 500 килограмм 1000 килограмм а также внимание это самое важное что мне понравилось это американские 2 2 тонны и бомбы которые называются банкер бастер то есть разрушитель бункеров или проникающие ракета проникающая бомба которая проникает в бункер и взрывается там изнутри я считаю что вот это вот это самое то что нужно сейчас в ссу я прямо даже вижу вот бойца в ссу артиллериста накануне того как он подцепит эту бомбу к f16 берет кисточку и белой краской пишет окур окурок и с этим f16 военно-воздушной сил украины взлетает в небо вот таким образом эти бомбы достаточно мощная превращается высокоточную ракету тут есть три варианта наведения на цель но французы намеренно не сообщают какие именно варианты поставляются киеву именно так вот это и было сказано об этом заявил председатель комиссии по обороне и вооруженных силам франции гасилут выступая на французском независимом новостном канале lsi tv ну все эти новости это видимо последняя была которая переполнила чашу терпения или вернее оказалась последней соломинкой нанесший удар по израненной системе гопников в москве потому что российский мид ну прямо его затрясло вызвали посланами германии какую-то нанитацию ему прочитали и захарова захарова также известная в определенных кругах как маленькая облигация российского мида думаю очень к ней подходит просто даже лучше чем захарова прямо в точку характеристика она вот выступая в пятницу на брифинге пригрозила нанести удар по тоннелю который предлагая пролегает под ла-маншем и соединяет францию с англией ну и также она заявила что если так дальше пойдет всякие угрозы со стороны макрона со стороны министра иностранных дел британии камерона то тогда россия может опубликовать фотографию британского канала а также на другой фотографии запуск ракеты ну и таким образом значит она намекает что это будет указывать на возможность ракетного удара по туннелю то есть если вы наносите удар по крымскому мосту мы нанесем удар по этому туннелю но это последнее что им остается делать сейчас тут мне сегодня с утра прислал один из моих зрителей последнее произведение с телеграм-канала как принадлежащие перу второму кремлевскому недомерку по фамилии медведев но там в стиле в стиле в своем кричал там называл всех дебилами там и так далее в руководстве западном и пригрозил ядерным армагеноном и мой зритель она так в целом характеризуя реакцию кремля на паск происходящее последнее время событие на заявление макрона на заявление камерона о том что россия то есть простите в су вла в плане долбить и бомбить и уничтожать любые объекты на территории российской федерации как это делает российская федерация на территории украины так вот назвал поведение москвы в частности кремля они написал он они ершатся и петушатся видимо чувствует что время когда их от ершат и от петушат видимо приближается поэтому вот и передаются таким дурацким истерикам ну а теперь по поводу черной метки поговорим о ней а дальше по поводу того что вытворяют российские спецслужбы в европе там много жалоб на них и что это означает на самом деле итак о черной метке вчера же известная израильская газета jerusalem post это старейшая газета израиля на английском языке сразу охарактеризую чтобы поняли где это все появилось газета центристская но как говорят с правым уклоном еще подчеркивается что она всегда с правительством которые находятся у власти а следовательно она и с различными учреждениями этого правительства она характеризуется как источник информации которым вполне можно доверять никогда не было замечено в распространении ложных сведений ну то есть солидная солидная западная газета и вот там появилась в разделе опинион то есть мнение статья некого солема алкет би ну значит сначала сначала объясню что такое опинион там обычно публикуются очень серьезные люди а этот он именно там регулярно публикуется у человека пейдж то есть он типа доктор наук закончил университет косопланке считается известным и авторитетным обозревателем на ближнем востоке сам он из объединенных арабских эмиратах но публикуется вот жерузелем пост во французских всевозможных изданиях в английских а в великобритании помимо всего прочего он является членом чатом хаоса это королевский институт международных отношений одна из старейших на западе фабрик мысли как их называют мозговых центров которая была создана еще где-то в 1920 году целью работа изучения международных отношений военно-политическом аспекте во всех отношениях во всех аспектах с целью повлиять то есть она не просто рассматривает изучает проблему она потом через свои возможности через государственные учреждения великобритании и других стран запада влияет на политику пытаясь направить его как они считают в правильное русло то есть его репутация тоже безупречна и газета безупречна и салем алкет би человек с безупречной репутацией ну а опинион то есть тот факт что он публикуется именно в этом разделе свидетельствует то что действительно человек с мозгами потому что просто простого репортера туда в эту колонку не не пускает я вам рассказывал на примере вашингтон пост на таких колумбнистах как дэвид игнациус как макс бут как фарид закария вот все эти как раз звезды американской журналистики и печатается как правило в секции мнения о чем речь идет я вам все это рассказываю потому что очень важно очень важно я считаю это сообщение это метка сейчас разберемся о чем она заглавие этой статьи зеленский находится в затруднительном положении дальше под заголовок зеленский не смог достичь ни одной из своих целей потерял многие части территорий украины и ведет свою страну в пропасть но дальше автор развивает свои мысли первое что он меняется зеленскому это хаос и потеря управления хаос высшим управленческом звене государственного аппарата украины то есть вот в его ближайшем окружении но он вспоминает кратце чехарду которая произошла там увольнение всевозможное в частности указывает на увольнение ближайшего помощника шефира на 19-м году который называет здесь правой рукой зеленского и говорит что это свидетельствует о обострении кризиса вообще должен сказать что автор не производит впечатление действительно глубокого эксперта по украине потому что ну вы видите дальше особенно в том что касается в военной ситуации но здесь главное не это главное те тезисы которые здесь вложил и главное кто стоит за этой статьей но дальше мы об этом поговорим затем он вспоминает о том как зеленский уволил резникова на его место поставил умерова что стало крупнейшей перестановкой в руководстве украинских вооруженных сил с февраля 22 года но вот этот признак того что если не совсем может быть понимает ситуацию потому что ну что такое резни замена резников на умерова по сравнению с увольнением залужного и вместе с ним 17 генералов то есть фактически голову в ссу взяли и отсекли не не никто то там а вот лично за подписью зеленского это все как отмечает автор объяснялось необходимостью нового подхода и других форм взаимодействия с армией с обществом но в случае залужный вы помните это объяснялось необходимостью перейти в наступление залужный веритель не хотел переходить наступление считал что на начасе а вот сейчас мы назначим кремлевского курсанта и все вперед в атаку но значит это было так воспринималось объяснялось то так то сяк но самое главное что рели реальные причины были связаны с коррупционными скандалами это имеется ввиду замены министра обороны связанными с министерством обороны и что более важно с провалом широко разрекламированного контрнаступления украинских вооруженных сил но здесь я вам сказал что замена резникова на умерова никоим образом не свидетельствует о провале контрнаступления украинской армии потому что ни тот ни другой никакого отношения контрнаступления не имели а вот залуженные да то есть короче говоря вот то что здесь написано тезис хаос и потеря управления это так оно и есть хотя те факты которые автор приводит в подтверждение этих тезисов но они не совсем мечтаю удачным можно было тоньше и глубже и по моему мнению следующий фактор коррупция ну коррупция сами понятно украина занимает второе место в европе после россии 122 место из 180 стран мира напоминает что этот лозунг борьбы с коррупцией был главным лозунгом зеленского во время его предвыборной кампании она является необходимым жизненно важным необходимым требованием для страны которая официально стала кандидатом на вступление в ес ес подчеркивает и требует однако как пишет автор время не на стороны украины зеленский ничего не делает для того чтобы как-то решить или хотя бы продемонстрировать что что-то делается в этом вопросе и поэтому перспективы вступление украины не выглядят не улучшились за время его президентства для того чтобы требование членства вступления в ес наконец-то материализовалась следующее как пишет автор его затруднения многогранны чем они заключаются первое проблемы на поле боя заканчиваются боеприпасы снаряды но тут он видимо у меня такое впечатление эта статья писалась несколько раньше может быть там неделю может две назад то есть он не понимает что сейчас из соединенных штатов идет рекой через воздушный мост поток вооружений для того чтобы компенсировать вот эти полгода за задержки которую устроили трамписты и маговцы в конгрессе соединенных штатов америки но что удачет происходит вместо не хватает снарядов боеприпасов а в это время зеленский призывает страны доноры предоставить больше финансовой помощи как то он видит в этом неувязку нужно нужно в оружие а зачем тебе деньги если оружие нету затем приводится заявление министра обороны шойгу по поводу грандиозных успехов вооруженных сил российской федерации в украине на совершенно неуместно я считаю короче говоря я подтверждаю еще раз свое мнение что автор не особенно разбирается в проблемах особенно на поле боя и причем здесь шойгу здесь он еще приводит мнение главы правительства эстонии министра обороны эстонии о том что проблема снарядов не решается она уже решается а следующая проблема зеленского ну то есть первым мы зафиксировали это это боеприпасы хотя с моей точки зрения здесь не особо и виноват я между зеленский если не учитывать что накануне войны и он фактически остановил работу всего в пк включая единственный завод который производит снаряды артем вот это да это 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 колоссальный удар был по интересам государства прямо нож спину стране но с тех пор снаряды поступает из-за рубежа что дадут то дадут кстати вопрос успешно решается вот в ходе уикенда ответственный в пентагоне по закупкам 150 миллиметровых артиллерийских снарядов отчитался что концу этого года соединенные штаты будут выпускать ежегодно в районе 1 миллиона снарядов в следующем году их количество увеличится примерно до полутора миллионов снарядов новости из европы свидетельствует о том что европейцы в этом году пытаются и планируют достичь миллион 400 снаряда а в следующем году достичь 2 и 4 десятых миллиона то есть прогресс налицо если все это так состоится то в силу будут будут нормально нормально обеспечены этими снарядами затем значит автор отмечает как одну из проблем зеленского что он постоянно собачиться даже без ближайшими союзниками приводит пример польшу венгрия это перманентное состояние но про венгрию мы все знаем и дальше значит целом как он пишет вот взять в совокупность всех этих проблем поражение украины маячит на горизонте с большим количеством доказательств вырастая вызывая растущее беспокойство в европе и особенно значит то есть по его мнению это беспокойство таково и опасность такого сценария развития событий столь ужасно что как он считает такие стратегии разрушительные стратегические последствия поражение украины могут иметь самое самое страшное последствия для нато и евросоюза в зависимости от того какое поражение в какой степени последует украины вплоть до того как считают что само нато и евросоюз могут распаться если ситуация в украине пойдется по самому худшему варианту следующая проблема что происходит что не нравится автору зеленским столкнувшись с этими всеми проблемами которые никак не решаются в связи с хаосом высшим управляем высшим звене управленческого аппарата а растам хаос значит и на низах и среднем уровне внизу везде хаос и это вот это самое страшное воюющей стране то есть страна находится не управляемом состоянии фактически так вот значит столкнувшись с этим страшным хаосом зеленский заговорил о переговорах с россией недавно впервые заявил что не исключает возможности переговоров о границе границах 1922 года хотя предварительно вы помните разговор шел исключительно границах 91 года то есть разворот колоссальный и теперь внимание вот самая главная мысль теперь многие считают зеленского главным препятствием на пути к сохранению того что осталось от украины имею ввиду что большая часть территории захвачена врагом тем не менее пишет автор запад не откажется от зеленского до тех пор пока не будет найдена подходящая форма формула для разрешения кризиса они ее усиленно ищут администрация байдена ее европейские союзники продолжают обсуждать вопрос о поддержке украины ближайший период но как он предполагает позиция по этому вопросу что делать зеленским а как следствие с украиной будет окончательно ну так более-менее на длительный период определена только после выборов сша в ноябре этого года вот такая спада статья при этом значит опять я вас обращаю 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 ваше внимание это не какая-то левая газетенка я имею ввиду джерезул импост это газета с традициями и со связями а чатам хаос членом которого является автор это одно как вот здесь написано я посмотрел просто в плане в плане в плане авторитетного мнения так вот в википедии пишется что это очень влиятельный и престижный антитолитический центр по международным делам которые уже более века формируют глобальный дискурс и политикой это это организация стала родоначальником концепции сосредоточенности на изучении международных отношений для изменения хода международной политики вот это я считаю самое важное ну и какие выводы и предположения я мог бы лично сделать по этому поводу то есть и газета важная и человек выходец из серьезной организации повчеркиваю он не спец по украине но пользуется авторитетом то есть его репутация безупречна в плане всей информации который до сего где-то как-то опубликовал основные проблемы которые он описал здесь который стоит перед зеленским с моей точки зрения абсолютно правильно но неполно иногда там он использовал не те факты которые следовало бы употребить для того чтобы ярко подтвердить тот или иной тезис основной вопрос на меня кто стоит за публикации хотя мне понятно что это черная метка первые такого рода материал я читаю на страницах солидного издания ну и согласно статье зеленский находится в подвешенном состоянии а вместе с ним весь его режим потому что по большому счету понятно что если действительно он создает хаос или не он создает он ничего не делает для того чтобы его прекратить выигрывать войну состоянии хаоса на всем уровне государственного управления но я не знаю это украинский народ должен очередной раз совершить чудо как он сделает феврале 22 года когда не благодаря а вопреки владея он остановил врага и отбросил его то есть вопрос сейчас решается ему надо что-то делать и что он должен сделать это я уже исхожу из других статей множество которые сейчас появляются по поводу украины вернее не столько по украине сколько конкретно по зеленскому состоянии дел вооруженных сил и так далее главное для него сейчас это мобилизация может что он должен сделать то есть с оружием на было большие проблемы сейчас она пошло но если не провести мобилизацию то скоро может сложиться такая ситуация когда некому будет стрелять тем оружием которое прибудет который уже в пути больше от него в общем то ничего не требуется лучше он больше ничего не делал но это это он сделать обязан он сделать обязан по закону и это будет самый большой вклад украинского правительства украинской влады в дело победы последнее самое главное что от него нужно сделать сделать он не сделает вот в чем вопрос по закону он должен это сделать силы воли у него и уверенности в то что он может сделать я пока особо не наблюдаю более того я наблюдаю с осторожностью признаки того что влада при помощи пиара может создать другие проблемы чтобы переключить на них внимание от мобилизации если так это пойдет что дело будет очень плохо короче говоря для зеленского это вопрос личной личной выживаемости ну и по большому счету для страны для страны следующий вопрос который я хотел для вас осветить это последнее время появился целый ряд публикаций на западе связанные с активизацией работы российских спецслужб в европе но вообще на западе вопрос что происходит и о чем это свидетельствует но за основу я хотел бы взять последнюю статью от financial times под заголовком россия замышляет диверсии по всей европе предупреждают спецслужбы согласно публикации в западной печати основным направлением деятельности российских спецслужб стали на западе вот эти диверсионные операции то есть такое впечатление что российская свр полностью отказалась от традиционной разведки цель которая была являлась сбор и анализ информации проведения активных мероприятий полностью плюнули на все это и перешли к черному ну я не скажу террору хотя это на грани иногда но перешли к саботажу вот что пишут по этому поводу financial times агенты кремля готовят тайные взрывы поджоги и нападение на объекты инфраструктуры но готовит и готовит и раньше доготовили но сейчас дальше там пойдет по статье что уже осуществляется все это дело чего раньше никогда не было при советском союзе европейские разбит службы предупредили свои правительства о том что россия готовит акты диверсии по всему континенту и поскольку россия берет курс на постоянный конфликт с западом вот это уже интересно это интересно то есть мы с вами говорили что запад взял курс на полный развод с российской федерации перерыве на то чтобы перерезать все всяческие связи с этой страной а теперь значит россия оказывается взяла такой же курс но чем дальше дальше мы посмотрим куда он идет и что она собирается делать в этом плане то есть россия начала более активно готовить тайные взрывы поджоги нанесения ущерба инфраструктуре на европейской кати территории как напрямую так и через всевозможные подставные организации посредников не особо заботись о том что это придет гибели мирных жителей ну то есть вот сам факт что россия берет курс как правильно оценили западные спецслужбы на постоянный конфликт западом свидетельствует о том что вот путин окончательно заколачивает то окно в европу и вообще на запад который когда-то вроде бы согласно легендам прорубил петр первый то есть антипетр окурок бледная моль это антипетр так он и пойдет наверно в российскую историю хотя агенты кремля пишет даже газета имеют долгую историю подобных операций подчеркиваю какую историю теоретическую они готовились к ним но они никогда их не проводили новое свидетельство более агрессивных и согласованных усилий имеются у разных европейских стран представители спецслужб запада все чаще говорят об угрозе пытаясь повысить бдительность вот это конечно меня умиляет бдительность то есть вы себе представить не можете что здесь творилось сразу после развала советского союза то есть тут чуть ли не брата не было цру практически разогнали те которые занимались вот советским союзом практически все разогнали люди ушли кто куда мог что касается фбр то его возглавил луи фри который был прокурором в бруклине и занимался местной преступностью его посадил клинтон на должность директора фбр и сказал что надо бороться теперь с мафией какая мафия какая мафия вот надо брать и брайтон бич они арестовали несколько бандитов местного уровня вот того же брайтон бича и самая самая страшная мафиозная операция у них было это разбавленный водой бензин вот собственно говоря все япончик там япончика арестовали величайшее достижение было ну то есть спецслужбы то что осталось от церу после того как масса людей уволили там было около осталось и где-то тысяч 10 12 из них 2000 это люди у которых не было даже постоянного рабочего места штаб-квартире они болтались как шумную толпой как цыгане по территории утром в одну сторону после обед в другую сторону и так далее вот так это все длилось вплоть по большому счету до февраля 22 года теперь теперь они пытаются все это дело компенсировать вам скажу так что профессионального специалиста разведки по определенной стране для того чтобы его подготовить его только нужно ну так я вам скажу лет пять это при том что его будет готовить тот человек у которого опыт есть в этой в этой в этой сфере а поскольку эти вот эти люди с этим опытом их убрали они ушли сами из службы еще в начале 90-х то таких и и и и нет так по большому счету то есть есть теоретики которые книжки разные читали а вот на практике кто-нибудь там завербовал ли русского как вот в россии найди того кто когда-то завербовал американцев голодной войны очень сложно все это найти все очень сложно найти поэтому то есть просыпаются не два года но это недостаточно для того чтобы реально и быстро включить на на полные обороты борьбу с той угрозой который представляется российская вот атака и нападение массированное я бы сказал российских спецслужб хотя вот дальше мы пойдем по этим спецслужбам что реально себя представляет слава богу черт не так страшен как его молюют что произошло за это время что вызвало такую озабоченность западных спецслужб в конце апреля великобритании двум мужчинам были приятны предъявлены обвинения в том что они устроили пожар на складе с грузами помощи для украины целенаправленный акт никаких сомнений у прокуроров нет то есть прокуроры обвиняют этих двух в работе на российское правительство то есть спецслужбы в швеции спецслужбы расследуют серию недавних железнодорожных катастроф которые по их мнению могут быть акта могут быть актами саботажа поддерживаемыми государством российской россия пыталась уничтожить системы сигнализации на чешских железных дорогах об этом сообщил прошлом месяце министр транспорта страны в эстонии нападение на машину министра внутренних дел феврале и на журналистов было совершено сотрудниками российской разведки об этом заявила служба внутренней безопасности страны кстати вот из спецслужб европы может это позвучит странно но я очень уважаю эстонцев маленькая страна маленькие спецслужбы но вот они взгляд в корень одно из их открытий то так в кавычках профессионально состоит в том что российские шпионы не так бегают за секретами как это было раньше раньше-то действительно за секретные прежде всего военно-стратегическая политическая информация велась охота а сейчас главное это оказать влияние внести разброд шатания и хаос то есть речь идет о ипсо и вот это среди западных разведок прежде всего к этому открытию пришли эстонцы молодцы ребята просто молодцы потому что ну раньше считалось раз ты не тебя не поймали с документом с грифом совершенно секретно из пентагона там госдепартамента значит и не шпион а то что ты можешь проводить ипсо которое подрывает само сами основы государства это не наказуемо вот такой-то эстонцы сказали что нет ребята это все теперь иначе дальше значит пишет газета нельзя сказать является ли это отражением того факта что русские бросают на это большие больше ресурсов или что они стали более небрежными попадаются и их поэтому изглавливает западная контрразведка и научилась их пресекать через службы безопасности нато поступает информация явных убедительных происках россии которые координируются и носят масштабный характер но я тут же сразу скажу понимаете когда когда говорят о масштабном характере всеобъемлющему где-то деятельности агентурной разведки то это ну нонсенс агентурная разведка ну типа вот той которые все знают занимался штирлиц да условно чтобы всем было понятно это ван мэн шоу то есть шоу одного человека это операция одного человека это там где где главное интеллект где идет борьба воли интеллекта профессионального мастерства мастерства с одной стороны разведчика или шпиона с другой стороны контрразведчика вот а что касается масштабного характера которым здесь пишут это другое мы в общем с вами с вами об этом поговорим и вот великий вывод одного из представителей служб безопасности нато пришло время повысить осведомленность и сосредоточиться на угрозе российского российских операций на европейской земле пришло время вот это формировка меня просто убивает это вот формулировка чела который сидел в кабинете 10 15 20 ничего полезного не делал плодил бумаги писал разные отчеты планы и так далее но он понятия не имеет о чем он говорит и с чем он собирается действительно сосредотачиваться пришло время проснуться пришло время не засыпать нельзя было засыпать в девяносто первом году на целых на целых 20 лет за не спят еще с девяносто первого года растущие опасения по поводу аппетита россии к нанесению физического ущерба своим противникам следует за череду обвинения в адрес россии по поводу дезинформации хакерских компаний последний вы слышали российские хакеры еще в двадцать третьем году взломали сервер социал-демократов германских и вот только теперь расследование закончилось теперь понятно что это сделал сделали российские спецслужбы по этому поводу посла германии в москве лампздорова по моему сегодня вызвали в мид вот и потом он он потом якобы он отбыл в германию для консультации что касается усилий да здесь здесь обращается внимание на усилия российских спецслужб по подрыву ситуации внутри баба скажем так общественно политически усилий повлиять на развитие политического климата на континенте вот тут надо вспомнить недавний съезд в будапеште кстати туда едет товарищ си то есть это одно с другим связано будапешт там был съезд консервативного комитета политических действий или си пэк как их называют в америке почему там потому что вот вся все правительство весь режим во главе с орбаном как раз и представляет эти так называемые силы которые являются как бы братом по духу с трампизмом с трампом поэтому перед делегатами съезда выступил трамп он сделал в америке сделали запись видео и там показали ее он как бы к партагеноса там обращался к орбану и присутствующим другим лицам там же выступал по видеолинку выступал стив беннон это главный идеолог трампизма который был важнейшим советником трампа в то время когда он был президентами наверняка и сейчас он будет он говорил в своем выступлении что ребята все смотрят на вас вы не представляете какие вы классные о чем речь то идет венгрия это плацдарм который создала создала россия начала создавать еще с конца 80-х годов еще внешний разведка кгб этим занималась могилевич там и так далее отсюда ибо орбан появился теперь значит почему многие задают вопрос почему тариси едет сейчас в будапешт и в сербию он едет проинспектировать плацдарм который для китая создал путинский режим за последнее время эти две страны с одной стороны плацдарм созданный путиным для китая а с другой стороны это братья по духу с трампистами с маговцами то есть если к трамп придет к власти то ему трудно будет сразу вот к другу путина распахнув рубашку брататься там обниматься и так далее многие это не поймут видимо контакт он уже идет фактически но тогда он пойдет более интенсивно через венгрию как хаб это будет политика политический я бы сказал и стратегический хаб связи между китаями путинским режимом с одной стороны и трампизм мага с другой стороны вот что собственно говоря это значит ну и вот этим делом всем занимались это занималась внешняя разведка начала кгб потом россии и все это было просмотрено профукано службами безопасности стран нато они же примене принимали венгрию куда они смотрели они принимали венгрию в нато въезд ну ладно въезд еще ладно экономика то я могу понять но в нато то что и делать зачем теперь такое 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 государство как венгрия в нато главное что в нато не подразумевается варианта выхода оттуда там есть вариант когда после 12 лет пребывания член нато может попросить уведомить своих так сказать других членов о своем желании выйти то есть венгрия имеет право попросить она имеет право не просить то есть единственное что сейчас можно сделать так самое острое в отношении венгрии я считаю давно назрел момент это соединенным штатам другим странам нато рекомендовать принять резолюцию строго рекомендуя орбану это его правительству поставить вопрос о своем выходе из нато иначе нато то есть внутри нато находится саботажник диверсант дальше статья отмечается со ссылкой на этого же высокопоставленного сотрудника спецслужб нато путь в настоящее время чувствует себя воодушевленным и будет стремиться как можно сильнее надавить на европу на нескольких фронтах правильно и он не становится пока его не остановят поэтому в этой ситуации он уже перешел к активным действиям он делал то что советский союз не осмеливался делать самое самое горячие годы холодной войны то есть выражаясь языком бывшего президента кучмы он оборзел уже до крайности единственный шанс его остановить как его надо останавливать украина украина еще раз украина его надо давить там и помимо украины еще в других на на всех остальных фронтах потому что он же лезет кругом вот последнее известие мне поступило буквально в пятницу из москвы сообщают офицеры советские пво которые служили в системе пво сейчас они уже в летах но они и призваниях но они в отставке так вот им предлагает контракты на уровне подполковников полковников но наверное кого-то еще и выше да предлагает контракты для отправки в ливию то есть в ливии там планируется уже уже туда засылает людей уже планируется какая-то какая-то заваруха в африке она уже происходит то есть это метастазы фактически с этим раковым заболеванием под названием пульческий режим надо бороться путем радикальной хирургической операции и делать ее нужно там где он наиболее уязвим это украина прежде всего украина и вот в россии вырисовываться сейчас сейчас совершенно выпукло 2 2 тенденции в мире или два проекта которые существуют первый то западный проект известный он уже существует более 100 лет другое это китай это альтернатива западному проекту а путин путин нашел себе историческую миссию для россии вот сколько разговоров в чем состоит историческая миссия россии где она и так далее поиск национальной идеи путин нашел ее она еще не сформулирована я вам сейчас сформулирую то есть российское руководство путинский режим они не могут и они приняли решение не согласились тем что они не могут создать внутри страны развитое современное государство поэтому народ там жил и будет жить плохо и дальше все хуже чем компенсировать этот недостаток для этого режима на внешними авантюрами поэтому значит путин идет в услужение великому хану назовем его так товарищу си как это было московии московские князья как делали идет в услужение тот берет его на содержание со всей его страной то есть российский народ будет жить на уровне сколько товарищей соблаговолит отстегнуть от своих щедров а за это путь россия превращается в универсального гадильщика цель которого гадить по всему миру и поэтому на удивленный вопрос который задается financial time сама себе как же что же это означает вот это и означает что москве уже не нужна секретная информация как нужна была раньше секретная информация нужна той стране которая противоработствует с тобой там россия на советский союз соединенными штатами ему нужна информация для того чтобы потом успешно с ним бороться раша не может бороться соединенными штатами америки с европа не может ей нужно гадить и там и сям демонстрируя товарищу си свою лояльность и то что он может быть полезен полезен пекину вот и вся собственно говоря стратегия поэтому вместо вот супер разведчиков типа штирлица выходят орды которые совершают поджоги там взрывы их тут же берут за сугундер они проваливаются они потом сидят в тюрьме но ничего раньше было это вот в советском союзе это был бы это был бы шок для кремля провал это всегда был шок а теперь это это даже не рассматривается как нечто как как повод для какое-то расстройство даже люди разные появились сейчас посреди с тем которые были вот смотрите возьмите этих двух петров и кто там еще баширов петров и баширов те которые на шпиль солсбери ездили любоваться в результате которого был отравлен бывший полковник гуру и его и его дочь вы помните их лица которые демонстрировала симонян это же два дебила чем один из них генерал как потом оказалось это 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 просто два дебила и взять примеру грегулевича это человек который работал под руководством судоплатова который должен был организовать убийство троцкого но она провалилась первые первая попытка ты провалилась так он значит после этого своими силами без всякой поддержки центра он умудрился стать послом коста-рики в ватикане человек который говорил без акцента на нескольких иностранных языка включая испанский французский то человек легенда после того как он ушел в отставку он стал членом корреспондент член кором академии наук советского союза он писал глубочайшие статьи то есть это это был интеллектуал взять того же судоплаты его начальника тоже диверсант но это другой диверсант по сравнению с этими же дебилами понимаете вот вам разница то есть в оркостане и спецслужбы вот они состоят из орков что с ними делать надо жесточайшим образом наказывать то есть фактически россия через свои спецслужбы проводя это уже не гибридная война это горячая война когда совершается диверсии и акты саботажа то есть на это нужно отвечать соответствующим способом взрыв на каком-то заводе это удар по кремлевскому мост по по крымскому мосту вот это то что они понимают иначе с этим с этой проблемой не справишься путь он взял курс на полный разрыв с западом и запад должен оставить но я думаю много не они иллюзий не осталось но нужно до конца это осознать и понять что идет уже горячая война и тут уже переговоры и если у кого-то на есть надежды как-то это дело замылить и закончить за столом мирных переговоров это сделать практически невозможно сейчас не продемонстрировал силу переговоры только с позиции силы иначе они невозможны тут или победа или поражение вот что значит последние значит новости о проделках российских спецслужб на европейском континенте вывод 1 то что они делают эту стратегию которую выбрал путин это конец стране но прежде чем они это осознают им нужно это продемонстрировать и сдержанность здесь становится совершенно неуместной вот на этом дорогие друзья позвольте закончить сегодняшнее видео пожелать как обычно выдержки мужества твердой веры нашу победу и как всегда слава украине слава вооруженным силам победа будет за нами до новых скорых встреч